Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале, приветствую вас в магазине Минарини Джоелли, и сегодня мы в гостях у ювелир. Очень многие изделия, которые вы увидите, изготавливаются непосредственно в лаборатории, которая находится здесь же в магазине, за отдельной стеной. Многие украшения уникальны в своем роде, сегодня мы их тоже увидим. Это прежде всего бусы, которые сделаны из камней, и форму этих камней просто при всем желании невозможно повторить, невозможно найти подобные, поэтому многие украшения существуют в единственном экземпляре. Италия, конечно же, славится своими ювелирами, своими ювелирными традициями, и если вы бываете в Италии, вы наверняка знаете, что останавливается перед витринами ювелирных бутиков одно удовольствие. Но начать это видео я хочу с удивительной истории. Это вот такое украшение, браслет, который представляет из себя не что иное, как вот такую цепочку близко посаженных бриллиантов, на этих браслетах не видно застежки. Это украшение очень популярно в Италии, его носят как мужчины, так и женщины. Каратность может быть самой разной, от совсем небольшой до прямо-таки существенной. И посмотрите, ювелир вдохновился также недавним изделием часовой марки, очень известной, которая выпустила часы, назвала часы коллекцию «Радуга», и вот появился такой браслет. Эти браслеты носят, как я уже сказала, и мужчины, и женщины. В Италии они очень популярны. Можно носить один на руке, можно носить два-три, как правило. Получают такие браслеты в качестве подарка в течение всей своей жизни в Италии. Удивительная история, но этот браслет имеет как раз-таки не итальянское происхождение. И называется он теннис не случайно, а именно потому, что однажды очень известная теннисистка Крис Эверт на чемпионате, который происходил в Америке, потеряла во время матча свой браслет, который представлял из себя не что иное, как вот такое очень плотное закрепление бриллиантов, вот такая цепочка. Этот браслет был настолько дорог теннисистке, что она попросила судью приостановить матч, и матч был приостановлен до тех пор, пока этот браслет не был найден. И с тех пор подобный браслет называется теннис. Он называется таким образом по всему миру, но в Италии он особенно любимый. С тех пор ювелиры также поработали над застежкой подобного браслета. Она действительно стала очень надежной, и на застежке браслета тоже появился бриллиант, и застежка стала вот действительно невидимой. И могу сказать, что эти браслеты итальянки очень любят и носят их в том числе в повседневной жизни, включая пляж, никогда их не снимают. Я же сейчас вам показываю сет, я очень полюбила подобные сеты. Больше всего мне понравилась вот эта тонкая цепочка с бриллиантами. Представляете, это бусины бриллианты, очень красиво смотрятся. И на самом деле подобные украшения, они здесь в Италии только входят в моду. Итальянки любят больше украшений, я уже рассказывала, на руках. Это прежде всего браслеты, а также кольца. Итальянки тоже очень любят серьги. И вот, пожалуй, подобные тоненькие украшения, тоненькие украшения на шею я бы поставила по популярности, наверное, на третье, а то и четвертое место. Ну что ж, огромное удовольствие снимать подобное видео. Украшения некоторые, их стоимость достигает заоблачных цифр. Есть на самом деле украшения на любой карман. При мне заходила пара выбирать свадебное кольцо. Это кольцо на помолвку, которое выбирается и дарится мужчине и женщине, когда он делает предложение. Мне очень понравились. И это, опять же, украшения, которые я считаю исключительно итальянскими. Я о них не знала. Возможно, они существуют по всему миру, но я их увидела и полюбила меня здесь, в Италии. Это вот такие дорожки. Они так и называются дорожки из бриллиантов, кольца. И они могут быть полностью из бриллиантов. Подобное кольцо может быть усыпано камнями полностью по всей окружности. Но очень часто, дабы снизить цену изделия, бриллианты не садятся на внутренней части. Серьги, кольца, конечно же, популярны и любимы в Италии. От себя могу добавить, что подобное кольцо, сережку, можно носить как самое обычное кольцо. Поэтому, если выбираете себе подобное украшение, примерьте также на палец, чтобы у вас было, что называется, два в одном. То есть, вы получите две сережки и два кольца. Очень красивые серьги следующие. Посмотрите, какая тончайшая ювелирная работа. Это тоже авторский проект. Это авторская разработка, рисунок и исполнение. Очень красивые серьги. И вот такие украшения на шею. Тоже в Италии любимы. Наверное, на данный момент они не так популярны. Но цепь на шею – это на самом деле маст хэв для любой итальянки. Цепи могут быть чуть крупнее, чуть меньше. Могут быть выполнены из серебра, могут быть выполнены из золота и могут быть инскрустированы, в том числе, бриллиантами. Если говорить о белом золоте, о желтом золоте, а также о розовом золоте, то на самом деле моды на подобные изделия не существует, насколько я поняла. И все зависит от личных предпочтений. На данный момент белое золото чуть более популярно, но говорить о том, что именно белое золото в тренде, скорее нельзя. И на самом деле украшения подбираются уже скорее из того, что существует в твоей шкатулке. Если там превалирует белое золото, то и докупаются изделия из белого золота. Если там больше розового, либо желтого классического золота, то таким образом итальянки совершают свой выбор в отношении нового ювелирного изделия, которое, как правило, получают в подарок. Это видео я начала с бриллиантов, но на самом деле меня привлекают всегда украшения из цветных, полудрагоценных камней. Вот где на самом деле проявляется ювелирное итальянское искусство, фантазия мастера неповторимая. И на самом деле подобные украшения, они делаются по всему миру. Но вот именно в Италии есть, видимо, особое чувство цвета, чувство камня, которое превращает подобные украшения именно в итальянские. Итальянские витрины на самом деле ювелирных магазинов являются достопримечательностью, наверное, любого, даже очень маленького города, потому что никогда не знаешь, где живет тот или иной ювелир, который, возможно, в прошлом, либо даже в настоящем, работает в том числе на какой-нибудь очень известный ювелирный дом, и в том числе имеет свой магазинчик, где продает изделия свои, где их придумывает и реализует. Это украшение в единственном экземпляре существует, потому что уникальные камни на вот такой, это даже не застежка, это скорее брошь, очень красиво. Я раньше подобные украшения, на них не обращала внимания, но сейчас считаю особым шиком носить подобные украшения с белой рубашкой, с белой футболкой, либо с черным свитером или водолазкой. Мне кажется, ничего красивее и прекраснее быть не может. Не скрою, что раньше я подобные украшения считала возрастными, и мне казалось, что эти украшения нужно носить, и хорошо они смотрятся именно в элегантном возрасте, но сейчас, наблюдая за молодыми итальянками, слегка за 30, я поняла, что эти украшения, которые достаются очень часто им от мамы, бабушек, они действительно прекрасно стилизуют. Эти украшения, кстати, очень красиво смотрятся с открытыми сарафанами, то есть с платьями, с открытыми плечами, с тонкими бретельками, и удивительно, но факт, эти украшения действительно смотрятся очень легко. Повторюсь, я бы носила подобные украшения с удовольствием с белой рубашкой, как сейчас на мне, носила бы с белой футболкой, мне кажется, это было бы очень здорово, носила бы также поверх черного простого свитера либо водолазки. По поводу сетов в украшениях, считается, что это не модно, считается, что это некрасиво. Я сталкивалась этим мнением много раз здесь на ютубе, в том числе русскоязычном, прежде всего, именно его я чаще всего просматриваю, но могу сказать, что сегодня в момент примерки мне очень понравились сеты. Более того, я даже задумывалась о том, что ведь очень многие марки и большинство ювелирных марок, очень известных домов продолжают выпускать украшения сетами, то есть имеется украшение на шею, такое же кольцо, сережки и браслет. Это значит, что все-таки нам предлагают собирать нашу коллекцию, мне, по крайней мере, так кажется. И померив кольцо, браслет и бусы из одной линии, вы знаете, мне понравилось то, как это смотрится все вместе. В итоге, если говорить об эстетике, лично я за сеты. Это смотрится ярко, это смотрится красиво. Возможно, это не модно, но с другой стороны, кто решает? Ведь, по большому счету, когда мы что-то носим, что-то надеваем, прежде всего, чувство прекрасного должно руководить нашим выбором. И сетом мне сегодня очень понравились. Следующее украшение тоже авторская работа, задумка. Посмотрите, это украшение галстук. Его можно носить как чокер. Сейчас я его примерю. Можно носить вот таким образом. Можно завязывать, можно оставить концы свободными, можно перекинуть назад концы, носить как чокер. На самом деле, это украшение мне тоже очень понравилось, как и все в этом магазине. Вообще, получила огромное эстетическое удовольствие от съемочного процесса сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующее украшение это самые обычные бусы с крупными камнями. На самом деле, здесь тоже все зависит от видения ювелира, какие камни, какого размера, каких цветов он подберет для тех или иных бус, для того или иного своего изделия. И снова на белой рубашке очень красиво смотрится голубая и синяя гамма. Эти бусы очень часто носят по две нитки сразу. И неоднократно я наблюдала ситуацию в магазинах, когда одну нитку тебе подарили, а другую ты пришла покупать себе сама, потому что очень понравился подарок. Очень красиво, очень по-итальянски, на мой взгляд, очень и очень современный фэшн. И снова сет. Посмотрите, на мой взгляд, как интересно все-таки смотрятся украшения из одной группы, которые были задуманы все-таки ювелиром, как комплект. Это очень красиво, на мой взгляд, и сегодня я смогла в этом убедиться. Повторюсь, я никогда не задумывалась о том, что сетами украшения носить не модно и некрасиво, только об этом слышала. Но сегодня на примерке я поняла, что это смотрится очень ярко, очень красиво, как раз-таки украшения из одного комплекта. Более того, я заказала себе украшения на шею совершенно точно. Знаю после этой съемки, что и браслеты из той же самой коллекции я себе обязательно приобрету, чтобы у меня получился красивый сет. Следующее украшение – это снова бузы. Посмотрите, какие нежные цвета. Все это, конечно, не случайно. Безусловно, любой ювелир делает свою выборку цветов и камней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот она слабость многих женщин, любовь многих женщин. Это, конечно же, жемчуг. Он может быть самый разный, так называемый барочный, неправильной формы, удивительных цветов, как слева на ваших экранах. Он может быть такой, как справа. Кстати, справа – это нитка, которая должна быть нанизана и превратиться в бусы. Это нитка жемчуга. И стоимость этих бус составит около 15 тысяч евро. Это уже бусы, которые были заказаны, которые сделаются под заказ. В Италии тоже очень распространенная ситуация, когда ты обозначаешь бюджет для своей идеальной нитки жемчуга, и ювелир тебе подбирает жемчуг. Когда он привозит те или иные нитки в том диапазоне ценовом, на который ты его сориентировал, ты из нескольких предложенных можешь выбрать свою нитку жемчуга, которая потом превратится в твои бусы. И, кстати, точно так же в отношении кольца с бриллиантом, очень часто это все-таки помолочное кольцо, и в отношении вообще любого кольца с любыми камнями ты можешь сориентировать на тот или иной бюджет ювелира. Он подберет тебе камень и посадит его в заготовку, и опять же можно выбрать и цвет золота, и то, как будет выглядеть твое кольцо. В Италии ювелирное искусство, индивидуальное изготовление тех или иных ювелирных украшений, и здесь речь не идет о только больших бюджетах, это на самом деле может быть самое любое украшение, даже бусы за несколько сотен евро, то есть это все-таки недорогое украшение, ты можешь заказать и сделать индивидуальным. Как я уже рассказывала, любому клиенту, который заказывает то или иное кольцо, высылается на почту макет в 3D, 3D-проект, макет кольца будущего, и если тебе что-то не нравится, ты хочешь что-то добавить, исправить, ты можешь об этом сказать своему ювелиру, потом изготавливается заготовка не из драгоценного металла, и можешь иметь представление о том, как это кольцо будет выглядеть. Это заготовка без камня, но все-таки при минимуме фантазии ты сможешь представить, как будет смотреться конечное изделие, и потом уже ювелир приступает к изготовлению конечному варианту того, допустим, кольца, которое будет представлено клиенту. Очень люблю я необычные украшения на руки, на пальцы, то есть кольца, вы знаете, это моя слабость в последнее время, несмотря на то, что кольца я не ношу и вообще ничего не ношу, все-таки ювелирные украшения, это, конечно же, очень красиво, очень женственно, и стали нравятся мне именно кольца в последнее время, и, возможно, несколько тонких колец сразу на нескольких пальцах. На самом деле, в том, что касается колец, я думаю, что чем больше, тем лучше, но здесь, конечно, нужно понимать, что кольца должны быть тонкими и достаточно простыми. Ну что ж, мои прекрасные зрители, я благодарю бутик Минарини Джуели за предоставленную возможность примерить такое большое количество красивых вещей. Ссылку на сайт магазина, а также на инстаграм оставлю прикрепленными в комментариях. Мы же с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok